Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Бетарт671 и в этом видео я расскажу вам про один мой романтический сон, который мне недавно приснился. Вообще, мне показалось, что в этом сне я жил довольно-таки долго, наверное, более 10 лет, потому что у меня там был свой дом, свой участок, там были цветочки, растения, которые я насажал. И рядом были соседи, друзья, которые часто ко мне заходили и каждый вечер мы сидели у костра, то жарили шашлыки, то рассказывали интересные истории друг другу. На другой улице, недалеко от меня, жила прекрасная девушка, которая была очень красива, у нее были красные волосы, но был один нюанс, она была девочкой-кузнечиком, то есть вместо тела у нее было тело обычного кузнечика зеленого, а голова была человеческой. В общем-то, размером она была, наверное, где-то с мой кулак, вместо того, чтобы ходить, например, по земле, она обычно прыгала и это было очень забавно. Несмотря на это, мы не смеялись над ней, мы обычно приглашали ее к себе, потому что она была очень веселая, она рассказывала тоже замечательные истории. Мы весело проводили с ней время и даже одного кусочка шашлыка ей могло хватить на несколько дней, а то и недель. В один из таких вечеров мы, как всегда, сидели у костра, жгли его, развлекались, и девушка-кузнечик призналась мне в любви. Она сказала, что я Бетард 671, самое лучшее, что было в ее жизни, и что она хочет провести остаток дней со мной. Признаюсь, что для меня это было неожиданностью, и многие на меня смотрели в оцепенении и ожидали моего ответа. И я знал, что если я откажусь, то потом меня посчитают за расиста и скажут, что я отказал прекрасной девушке из того, что она наполовину кузнечик. Ну, в общем-то, потом мы начали встречаться, я сделал ей кроватку из-под чехла от телефона, она помогала мне в различных бытовых проблемах, по хозяйству. Ну, хотя это помощь нельзя было назвать, максимум, что она могла сделать, это запрыгнуть на мой электрический чайник и, грубо говоря, скипятить воду. Все было весело, прелестно, но со временем бытовуха начала нас разъедать, мы начали ругаться, я узнал, что до меня у нее было много кузнечиков, что она уже отложила тысячи личинок и даже встречалась с обычными людьми. Я начал ее упрекать, говорить, что она шлюха, уже со многими встречалась, а я по-прежнему девственник и даже не могу заняться с ней любовью, потому что она гребаный мать его кузнечик. В один день из-за этого я нажрался и решил уехать на велике как можно дальше, но у меня не было машины, поэтому я взял велик. Естественно, моя девушка узнала, она увидела, что я пьяная и сказала, нет, останься дома, ты можешь навредить себе, но я сообщил ей, что мне не нужны ее указания и поехал, куда глаза глядят. Я разогнался, моя скорость у велика была около 20 км в час, то есть я выжимался по полной, на улице шел дождь достаточно сильный и тут я вижу перед собой резкий такой овраг, то есть видимо водой размыло дорогу и вся грязь, вся земля туда провалилась и я резко затормозил на велике. В это время сзади меня оказывается бежал, вернее прыгала моя возлюбленная и не успев затормозить, она врезалась головой прямо в спицу из-под колеса. Ее голову оторвало от тела и можно было увидеть, как с одной стороны лежит человеческая голова, а с другой стороны тело насекомого. Самое интересное, что после того, как это случилось, еще наверное 5 минут или 10 минут она была жива, то есть ее лапки двигались, голова говорила и последние слова, которые я услышал от нее это «Бетард 671, прости меня за то, что я не была человеком, я хотела стать, но к сожалению я родилась такой, и пока я тебя не встретила, я не могла контролировать свои позывы на спаривание с другими насекомыми, я люблю тебя Бетард 671, ты самый няшный в моей жизни». Я поднял ее двумя пальцами и мы поцеловались, и через несколько мгновений она закрыла глаза и больше не открывала. Я положил ее на землю, из почвы вылезли щупальца, которые обхватили ее тело и голову и утащили под землю. Конец. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о девушке-кузнечике.